ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расскажем, как прямо на ходу сгорела иномарка. А также финал жажды быстро заработать. Обвиняются в совершении тяжкого преступления. Также могут на нас скрыться отследствия суда. Суд над сотрудниками магазина, распространявшего наркотики. Это не только прямо сейчас. Нетрезвый водитель Рено собирался выехать из двора на улице Фрунзе, но в итоге далеко уехать не смог. Мужчина не пропустил газель, едущую по главной дороге. Водитель последним быстро понял причину аварии и вызвал автоинспекторов. В каком состоянии водитель иномарки сел за руль, увидел и Анна Городнова. Кто стал виновником аварии, было понятно и без длительных разбирательств. Водитель Рено Дастер, выезжая со двора, не уступил дорогу газели, которая двигалась по улице Фрунзе. Остановить грузовик было не так-то просто. Обычная скорость, просто груженая машина, я не могу лишь полетать. И водитель газели, автоинспекторы и очевидцы заподозрили, что мужчина, сидевший за рулем Рено, был в ям. От него исходил сильный запах спиртного и вел он себя неадекватно. И хотя ни у кого не было сомнений в том, что водитель перед поездкой употребил горячительные напитки, для подтверждения этого факта ему предложили пройти экспресс-тест на алкоголь. Он не отказался. Показания прибора сняли все вопросы. О вождении на законных основаниях водителю придется забыть на ближайшие полтора-два года. Также ему предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Грузовик снес сразу пять машин на улице журналистов. Жертв удалось избежать благодаря тому, что все легковушки были припаркованы и в момент ДТП в салонах транспортных средств не было людей. После происшествия некоторые машины превратились в груду бесформенного металла. В каком состоянии находился водитель грузовика и что стало причиной аварии, пришлось выяснять уже прибывшим на место инспекторам. «Хонда Цирик» вылетела с дороги на пересечении улиц Даурской и Зорги. Таким образом, автомобилист увернулся от столкновения с «Фольксвагеном Пола», резко и неожиданно оказавшимся у него на пути. Водитель немецкой иномарки пытался развернуться, забыв элементарные правила движения. «Хонда» его не зацепило и формально в аварии водитель «Фольксвагена» не участвовал. А Гульба Трудинова знает, что он ответил на претензии в свой адрес. «Ехал прямо зеленый свет, он не уступил». Этот неудачный маневр попал в поле зрения видеорегистратора. Видно, как «Хонда Цивик» двигается по улице Зорги, а встречный «Фольксваген Пола» поворачивает налево. Солкновение с немецкой иномаркой водителю «Хонды» удалось избежать. «Я, чтобы не врезать в него, взял правее». В итоге «Хонда» налетела на бордюр и вылетела на тротуар. К счастью, людей в этот момент там не было. Несмотря на то, что столкновения машин не было, водитель «Фольксвагена Пола» остался на месте ДТП в ожидании сотрудников госавтоинспекции. В результате аварии никто не пострадал. Вспыхнул прямо во время движения. «Пежо-партнер» загорелся вечером на улице Фрунзе до приезда пожарных. С возгоранием, с помощью подручных средств пытались справиться как водители иномарки, так и проезжающие мимо автомобилисты. Огонь не добрался до салона, однако вся передняя часть машины была уничтожена пламенем. Люди не пострадали. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание в моторном отсеке. Желание выпить и не платить за алкоголь подтолкнуло мужчину разбить дверь одного из казанских алкомаркетов. Но проникнуть в торговое помещение он не успел. Его задержали сотрудники группы быстрого реагирования. Наручники надевать на него не стали. Он быстро успокоился и стал дожидаться приезда полицейских, которые доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Приключения нетрезвых жителей Автограда. Глазами сотрудников группы быстрого реагирования охранного предприятия. Разбитые стекла пекарни, попытка украсть бутылку крепкого алкоголя и рост веники задержанных, нападавшие на охранника. Обо всем по порядку расскажет Рамиль Шайдулин. Потом ты сядешь, ты мне? Я тебе столь делаю. Вы угрожаете мне еще раз. Буквально несколько минут назад этот мужчина спокойно спал в букмекерской конторе прямо за столом. Сотрудники магазина рассказали, что он сильно перебрался алкоголем. Попытки его разбудить были тщетными. На место вызвали группу быстрого реагирования. Они помогли ему выйти из сонного царства, и мужчина кардинально преобразился. Он стал кричать на работников заведения и пытался подраться с охранниками. Успехом буйство не закончилось. Его заключили в наручники и передали в руки полицейских. А эта кампания отличилась по-особенному. Родственники отправили молодого человека за дополнительной бутылкой крепкого алкоголя. Когда заметили, что он слишком долго не возвращается, решили пойти в магазин сами. Успокойтесь, для начала. Зачем мы осознанем? Залой человек пришел в магазин и украл улицу. Да, вы. Вот эти родственники решили его... Отправили ли его родственники совершить кражу, или это была его личная инициатива, еще предстоит выяснить. Но в полицию они отправились и все вместе, и на патрульных автомобилях. А чего хотел этот мужчина, неизвестно. Ясно одно. Он пытался незаконно попасть в пекарню. Вход сделал сам. Железной арматурой разбил стекло торговой точки. Зачем разбил стекло? В каком стекле? В пекарне. В червяк. А? В червяк не разбивал. Вину мужчина не признавал, но его колени, испачканные в крови, говорили об обратном. Я сюда пришел сюда, в гости. В гости пришел? В пекарне? Пирожок хотел съесть? Я в пекарне. После попытки сбежать, и на него надели наручники, и передали в руки полицейских. У стражей порядка к нему было много вопросов. Рамин Шайдолин, Афиса Минязова. Вызов 112. Человеческие останки обнаружили в селе Слобода Петропавловское Новошишминского района. Рабочие нашли их недалеко от здания заброшенного храма на глубине двух метров, когда рыли траншею под водопровод. Как установили эксперты, давность захоронения составляет несколько десятков лет. Предстоит выяснить, кому они принадлежат. Их разоплачили и задержали в августе 2018 года. Восемь человек. Жители Казани, Липецка и Ижевска. Все сотрудники нелегального интернет-магазина, распространяющего наркотики. Для полицейских это дело интересно тем, что наряду с рядовыми распространителями задержаны и руководители криминального бизнеса. Слушание этого дела стартовали в марте этого года, но процесс откладывался из-за неявки свидетелей. Сегодня их смогли допросить. Подробности у Нафисы Минязовой. Они закрывали свои лица, их родственники расстраивались, что не могут взглянуть им в глаза. Восемь человек, самому старшему 46, младшей недавно исполнилось 18. Обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в составе организованной группы и вовлечении в криминальный бизнес несовершеннолетнего. Последняя статья к девушке не относится, вовлекли именно ее, следствие полагает. В январе 2017 года неустановленный злоумышленник организовал преступное сообщество, которое бесконтактным способом распространяло наркотики в Татарстане и других регионах. Для этого создали интернет-магазин и зарегистрировали его в разных мессенджерах. В августе 2018 года задержали оптовых закладчиков и менеджера сообщества. Что-то есть по себе? Наркотики. Наркотики есть. Где? В кармане. В каком кармане? В куртфере. Хорошо. С какой цель вы по себе их хранили? Чтобы оставиться с закладкой. Задержание проводилось с декабря 2017 по июль 2018 года в Казани, Липецке и Ижевске. При проведении досмотра подозреваемых и обысков у них было изъято около килограмма наркотических средств. Участники сообщества частично признали свою вину. Тогда всех, кроме несовершеннолетней участницы, заключили под стражу. Ее же отпустили под подписку о невыезде. Выяснилось, что знакомые между собой они не были, получали задания от руководителя через социальные сети, а так называемую зарплату через электронные кошельки. Которые, к слову, были зарегистрированы на подставные лица. Судебные процессы стартовали в марте этого года, но из-за неявки свидетелей слушание откладывали. Сегодня в суд они явились и ответили на все вопросы. Тем временем гособвинитель просил продлить меры пресечения для подсудимых. Так как обвиняются в совершении тяжкого преступления, также могут скрыться от следствия суда, повлечь к ходу следствия. Прошу продлить меры пресечения еще на три месяца. Судья согласился с мнением гособвинения, продлил срок задержания еще на три месяца. На следующем заседании планируют продолжить допрос свидетелей. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, Вызов 112. Пропал без вести. Уголовное дело возбудили по факту исчезновения 20-летнего гражданина Туркменистана, Мередова Сапалмырата Аладурдыевича. Из материалов уголовного дела. В июне 2017 года он вызвал такси к одному из торговых центров в Казани и уехал в город Киров. С этого времени его местонахождение неизвестно. Молодой человек был студентом, в городе не имел родственников и друзей. О пропаже в полицию сообщил его отец. Все, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, полицейские просят обращаться по номерам, указанным на экране. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-1212-1212. Это можно сделать и в наших группах, в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов в судьбе. Вдруг она его примет. Спасибо.